Ребятишки, привет! Сегодня у меня фильм будет немножко не о гастрономии, хотя какие-то моменты будут тоже, а о Египте. Так получилось, что я спонтанно приехал в Египет. Сегодня 22 октября, полвосьмого утра, погода отличная. Хочу вам рассказать в этом видео немножко о особенностях Египте и не нужно его по большому счету бояться. Сначала пробегусь по ценам. Значит, билет мне обошелся через турецкую авиалинию, туда и обратно в 650 евро. Возможно, я бы его смог... Да невозможно, я бы смог его купить дешевле, если бы я заранее бы все это запланировал. А так получилось, что всего было 3 недели, и дешевых билетов уже не было, скажем так. Вылетел я с Кёльна до Шарм-эль-Шейха. Трансфер с Шарм-эль-Шейха до Дахаба, это маленький городишко здесь, в котором мы находимся, нам обойдется в 70 евро. Это туда и обратно. То есть 2 человека, 1 машина и 70 евро. Проживание в гостинице, назовем ее так, составит нам по 15 евро на человека. То есть есть смысл лететь вдвоем. Это даже не обязательно должен быть какой-то ваш хороший знакомый. Прилетели, заселились, и чешите на море, занимайтесь чем хотите. Вы друг другу мешать не будете совершенно. Ну вот, вот небольшая у нас такая комнатенка. Здесь, значит, говорили, что комаров много здесь, но комаров сейчас, октябрь, комаров нету, поэтому, ну, все равно здесь имеется сетка на двери. Ну, вторая дверь сетяны закрывается. Комнатка небольшая, в комнатке две кровати, ну и приятеля, и моя. Столик журнальный, два кресла, какая-то тумбочка. Это ванная комната. Здесь тоже пару полочек. Умывальник, зеркало, ванна, душ, что очень важно. Правда, не гибкий такой, но, тем не менее, душ имеется. Ну и горшок, само собой. Далее, далее у нас идет, типа, кухоньки, маленький небольшой холодильничек, чайничек, заварной я купил, чтобы не было просто чай, куда заваривать с собой. Взял и плиты нету, ничего такого нету. Ну, а здесь это уже шматье наше. Воду покупаем в этом, в магазине. Вот эту воду хозяин выставляет, выставляет нам постоянно. Но мы ее практически не пьем, очень мало, там, три бутылки, может, выпили. Но такая вода стоит, шестилитровая, стоит один евро. Так что без проблем, для чая нам вполне хватает. А у меня веселье по полной программе. Пока домой вернулся, здесь рабочие делали ремонт, и это немного стену, блядь, чуть не обвалили. Ай, блядь, артисты. Хорошо, что не обвалилось, ну да ладно. Да, сразу по прилету в Шерм-эль-Шейхе я рекомендую там же, в аэропорту, купить себе симку, чтобы у вас был мобильный интернет. Ну, я взял за 12 евро, и у меня с проблемами с интернетом вообще нет никаких. Я даже подсоединил лэптоп через интернет, и проблем со связью вообще никакой нет. Потому что Wi-Fi есть не везде, и он настолько дохленький. В гостиницах, в каких-то съемных квартирах. Так что не поскупитесь, купите сразу, и будет вам счастье. Касаемо питания, здесь смотрите на свой кошелек. Что вы хотите? Вы можете готовить себе завтраки сами, элементарно пожарить яичницу и выпить чай. Или завтракать в кафешках. Ну, смотрите, имейте в виду, что кафешки, как правило, здесь слишком рано не открываются. Реальное время где-то идти нужно будет часам к 8, к полдевятого, чтобы что-то можно было перехватить. Завтракает каждый по-разному. Ну, ориентируйтесь примерно грубо на 5 евро за человека. Ну, думаю, максимум 7. И не думайте, что то, что вы заказали, вам принесут именно то. Вот смотрите, я заказал 3 яйца глазуня. Мне принесли омлет. Попросил я просто немножко огурцов. В ней вместо огурцов принесли салат. Ну, просто тут они попали, все нормально. Масло. Я просил кусочек, но они бросили 3 куска. Ну, ладно, фиг с ним. Это еще куда не шло. Так, так, Юрий Валерьевич, он заказал фруктовый салат. Но когда все принесли уже, уже всю еду, сказали извини, но фруктов нету. Полет нормальный, будем завтракать дальше. Заказываешь хлеб, точнее питу. Про нее успешно забывают. Заказываешь обыкновенный черный чай, а тебе переносят местный с марморией. Ну, для меня мармория по вкусу, это как будто вам в кипяченую воду добавили немножко прованских трав. Вот такой вкус чая у вас будет. Не стесняйтесь подзывать к себе официанта по несколько раз, напоминать ему, настаивайте на том, что когда принимает он у вас заказ, чтобы он записывал. С немецким здесь немного плоховато, люди не совсем понимают или вообще не понимают. Английский и русский. С этими языками вы здесь не пропадете. На крайний случай воспользуйтесь телефонным переводчиком. Они меня прекрасно на моем арабском понимают. Возьмите себе это на заметку. Касаемо активности здесь, здесь можно, вот как я, научился виндсерфингу. Так как я начинающий, мне понравилось, я прошел трехдневный курс. Цена курса 190 евро. Хотите заниматься дальше, там уже другие расценки. Это уже нужно будет смотреть, это уже для каждого свой особый прайс-лист. Сходил я под воду с аквалангом. Стоимость погружения 40 евро. Если вы в дальнейшем надумаете заниматься погружением, то есть смысл пройти полный курс. И здесь организуются всякие различные туры на коралловые рифы, подводные пещеры и так далее и тому подобное. Погружаться не мое, я не совсем от этого кайфую. Мне очень нравится нырять просто с маской. То место, где мы находимся, до станции виндсерфинга, куда мы ездим, мы отлично справляемся передвижением на такси. Стоимость такой поездки 40 местных тугриков. Это чуть-чуть больше одного евро. Просто выходишь на дорогу и таксисты или просто проезжающие будут непосредственно сигналить. То есть вы не думаете, что они хотят вас отпугнуть или чтобы вы ушли с дороги. Это просто они привлекают к себе внимание. Торгуйтесь, договаривайтесь. Не исключено, что они вам сразу будут предлагать посадки. Говорите, нет, только сороковник могу заплатить. И имейте всегда без сдачи. Может получиться так, что вы приедете, у вас, допустим, полтинник, вы ему даете на место, а он говорит, а у меня сдачи нет. Ну, это такие местные хитрости, на которые следует обращать внимание. Касаемо обмена денег. На тот момент, когда мы приехали, официальный курс составлял 32,5 фунтов за 1 евро. Наш домовладелец поменял нам за 31,50. В дальнейшем, когда я проходился по различным ресторанчикам и разговаривал с рестораторами, мне предлагали такие курсы, как 35, 36, 37. Максимально было 38. Так что не торопитесь менять, спокойно найдите своего ростовщика и поменяйте у него деньги. Соточку для начала, а там посмотрите. Поужинать или пообедать в ресторане составит вам примерно, ну, если сильно не шиковать, я думаю, что вы в 15, в 20 долларов вполне уложитесь. Если вы пожелаете поесть рыбу, которая предоставлена там на льду и которая якобы свежая, будьте очень внимательны и осторожны. Она может быть уже немножко спящей и уже буквально через 2 часа по носу вам будет обеспечен. Будьте очень внимательны. Проверяйте жабры. Они должны быть розовыми. Глазки должны быть чистыми, без помутнения. При нажатии на рыбу пальчиком, а это здесь можно, никто тебе ничего не скажет, рыба должна этот прогиб отыграть. Если этого не произошло, откажитесь от рыбы, возьмите что-нибудь другое. Так что не стесняйтесь, торгуйтесь, объясняйте, общайтесь с людьми. Ну, основное вроде бы все сказал, ну, а дальнейшая информация, возможно, будет в самом видео. Всем приятного просмотра. Здесь мне нравится шильд, вывеска, где нарисовано, что коты запрещены, собаки запрещены, спиртное выпивать запрещено. Или это может быть не только запрещено выпивать, но, возможно, это запрещено и приносить с собой, скорее всего, приносить с собой. Ну, так скажу вам, что коты здесь покоя вам ни в одном ресторане не дадут, а собаки, если идти по всей набережной, валяются на каждом шагу. Пока еще народу никого нету, так что все желающие уже могут с утра занять себе лежанку. Стоимость такой лежанки, здесь не то, что там нужно отдать, наличные занять, нет, минимальный взнос 150 местных фунтов, это примерно чуть меньше 5 евро, но на эти деньги ты можешь заказать тебе, что поесть, не суть важна. Где-то отдал и забыл, все. Вот первые купальщики уже пришли, как я и сказал, они вот тут как тут, их долго упрашивать не надо. Это я к тому знаку, который у меня за спиной, свободная зона без собак. Тихо. Так, тут вот местные кобели уже что-то поделить не могут, что-то им не нравится. Пойдем вон, собрались, блин. Как тут в Египте их как собак нерезанных. Собак как собак. На каждом углу. Морген. И варних варать. Чистота половых органов залог семейного счастья. Сейчас 9 часов утра, я вышел к самому морю. Ну вот так вот здесь разделяют на стекло, на пластик и на прочие остальные фрагменты мусора. Погода отличная, очень-очень тепло. Здесь специально такое, это место такое, где здесь ветер. Пока здесь люди, как правило, мало покупаются. Попаются немного дальше. Но я сейчас дойду оттуда. Прогуляюсь. Собак, конечно, здесь, это бездомные собаки. Все они тут. Паляются там, где есть место. Боится, чтобы собаки не подрались между собой. Здесь что-то строили, так говорит мой коллега. Это должно быть новое здание, но так как оно выглядит, ему как будто бы сто лет в обед. Но вода соленая все-таки оказывает свое разрушительное действие. Вдали горы. Вот Саудовская Аравия напротив. Сейчас дымка такая, более-менее светлая и видно. Рыбак. Ну, здесь реально поймает рыбу, потому что я погружаюсь с маской и трубкой, поэтому видно там довольно крупные экземпляры. Человек, если знает где, что, как, какая наживка нужна, то вполне. Насчет рыбалки я не уточнял, здесь вообще можно где-то легально порыбачить, если такая возможность. Ну вот, мы пришли в этот дайверский клуб, где я проходил занятия. Здесь прекрасно разговаривает по-русски, так что можете общаться, если кому-то нужно. Анастасия, здравствуйте. Это Настя, инструктор, который меня инструктировал, который меня спасал, чтобы я не утонул. Он тоже едет с нами? Нет, нет, нет. Сережа на серфинге едет. Сережа едет серфинг. Ну, не знаю, чуть не утонул. Вот так, у них сильный тут оврал, и большая команда, походу, поедет сейчас с выходом в море и будут на коралловые рифы куда-то и по пещерам шарухаться. Ну, а я пойду еще немножко отдохну и поеду кататься на серфе. Интересно, сколько снаряжение? Сколько весит? Тяжело? Не знаю. Ну, на воздухе тяжеловато, а в воде такого не пищуешь. Угу. Ну, если у тебя спортивная подготовка есть, то тебе вообще круто. Да раньше я чуть не сдул от тебя жестячая. А если ее нет? Ха-ха-ха-ха. Ничего, выдержишь, ничего с тобой не будет. Ну, вот, Юрий Валерьевич, ну, он у нас уже человек с опытом, поэтому он будет нырять. Пойдет погружение, ему нужно выровнять ему веса, чтобы на воде, под водой хорошо держался ровно. Сегодня такой у него пробный день просто-напросто. Но я пока смотрю, а потом, когда они закончат, я тоже с инструктором, думаю, они туда дальше сейчас пойдут. Но здесь очень много дайверов, и они в основном сюда все приезжают. Такого количества дайверов я, конечно, не видел за один раз. Где на каждом шагу конторки эти, которые обучающие. Вот Анастасия, она, его инструктор, она здесь живет, работает. Ну, да, она меня тоже будет в дальнейшем это подготавливать, рассказывать, что да как. и вот эти конечки пошли. Ветри достало. Ну, здесь как раз ветер с той стороны идет, а сюда уже это ближе к бухте. Там уже поспокойнее, и там уже можно спокойно плавать и кинуть подальше. Здесь глубина довольно быстрая, сколько метров, наверное, 15 нужно пройти, а потом сразу резкий такой этот, как в кратер получается, спуск. Долго вы, однако. Сколько у вас? Полчаса, наверное, точно не было? Стандартно. Около часа. А? Около часа. Не надоело? Ну, что, такое надоело? Ну, как себе валяешься. Валяешься. Не, ну, посреди вода. Ясно. Мне нравится. А это мы с Юркой поехали на такси. Квесты, что тот, блядь. Веселуха. Я таких машин, ничего не видел, они воняют, как в Казахстане 30 лет назад, перед поездкой в Германию. Весело. Неудивительно, что все так есть. Надо спросить вас сказать, что он газом не дергает за верюху. Поприкал. Чуть нас не сбили, блядь. Вчера мы здесь ездили, пешком все едут в эту сторону, а по этой стороне, то есть, дороги с другой стороны оттуда едут, и один на мотоцикле херачит против шерсти, ему все пофиг. По приколу. Вот мы опять поймали таксишку и поехал я заниматься, учиться дальше серфингом. Опять нам тот же самый таксист попался в той же самой убитой с тем же интерьером. С тем же интерьером. как это шмотки появились, это на дальнем плане, а так все нормально. Ильваря Рич. Ну, здесь недалеко, я возьму, сделаю всю съемку, а потом просто уберу, обрежу то, что мне не нужно. Немножко представление было о жизни в Египте, как люди живут вообще. Да, конечно, само по себе очень бедная страна. Я смотрю на все это безобразие, и вот мне это напоминает Казахстан, когда я в свое время еще в 96-м году его покинул. Что-то было похожее. Ну, а с другой стороны, мне особо цивилизации тогда не нужно, чтобы ко всему этому привыкнуть. Это уже, так сказать, пройденный этап. Впереди там какая-то мечеть, да, Мулазис начинает петь примерно между где-то в 5.15 утра, в 5.15 утра, и слышно его очень хорошо. Сначала один начинает, а потом у них как по цепочке, потом другой, и пошли. Все в мечети одна за другой, у каждого свое время. Я так это понял. Так что кто-то, если желается приехать в Египет и выспаться, у него такое не получится. Так, ну, здесь, я вижу, если кто-то хочет по пустыне погонять, на этих, на квадроциклах можно покататься. Но у нас другие цели. С амортизаторами проблемы, их просто нет. Там дальненькие горы видны, и горы, горы все, как я уже говорил, они в основном камень, сплошной камень. Здесь земли вообще нету. Если вы, гуляя по Египту, где-то увидите из земли или из песка торчащий кошачий хвост, то, да, его просто здесь закопали. Так получилось. Закопали, но не до конца. Я не придумываю, я рассказываю им то, что я видел своими собственными глазами. Или собаки морду набьют с утра. Да, или собаки морду могут набить. Мы тоже шли по набережной, и кровищи было расплеска на море прям. Мы еще думали, блин, кому-то отдубасили, что ли? Юрка говорит, нет, это, говорит, чай такой специальный красный, его пьют холодным. Каркаде. Каркаде, чай Каркаде. Но оказалось, в итоге, это не чай Каркаде, потому что, когда мы потом пошли на погружение с водолазными костюмами, блин, как раз лежала собака, и у нее вся переносица была заматана. Ну, мы поняли, откуда ноги растут. Чтобы не сувал нос, куда не просит. Да, у кого-то был действительно очень длинный нос, и сунул туда, куда его не нужно. Должен был сунуть комар, но сунула собака, и ей не повезло. Так, заходим на вираж, пристегнуться, чтобы не улететь. Уже почти приехали, осталось совсем немножко. Если бы еще было здесь направо, да, направо. Гулять здесь есть где, если кому-то охота, но я бы не пошел. Гулять, гулять. А что, по набережной? Ну, только, если только по набережной, а так. Вот сейчас я вам покажу, как здесь просто идти. Проходим. И по дорожке. Я люблю Дахап. Гоняцы на Ризот. Ну, скажу вам так, по сравнению с обычным Египтом. Здесь еще как-то более-менее цивилизация есть. Трава растет, то есть, ну, ухаживают. Ну, какие здесь цены, я не знаю. Здесь мы повернем, пройдем вдоль. Это дядька недавно полголовы очень сильно ударился мачтой. Ему пришиба раскроила, раскроила ему до крови. Ну, вот мы пришли в эти пять квадратов. Здравствуйте, Светлана. А вас снимать можно? Снимать? Вас. Вас. Снимать можно. Здорово. Я все по Хорватии больше прикалываюсь. Там все-таки цивилизация. Но опять же, туда выезжаешь именно июнь-июль, а вот так вот, чтобы осенью, в основном по Турции, ну, смотришь, по деньгам тоже, сколько, сколько себе можешь позволить, а здесь получилось так, что мы с Юрием ДМ решили рвануть. Он случайно предложил и я случайно согласился. Ну, видите, здесь все включено, и кайты, и дайвинг, и фридайвинг, и все. В смысле, все включено? Ну, в одном месте можно найти все. Ну, например, вы там в Хорватию ездите, там же нет дайвинга, и фридайвинга. Может быть, есть никогда не обращал внимания. Да, как бы, но там природа очень красивая. О, там запах воздуха, непередаваемый. Честно. Я знаю, ну, не в Хорватии, а в Черногории. Я вот все мечтаю в Черногории, все никак не получается, потому что на машине 2000 км мне тяжело ехать одному. На самолете еще они не совсем еще это наладили, чтобы без переходных, перекладных сел и долетел. Но пока еще не может быть, может быть, сейчас есть нужно узнать, посмотреть. можно в Сербию полететь, откуда прям проехал. Может быть. Когда один летит, что эти проблемы отсекаются. А когда с кем-то, это все равно зависимость какая-то. Это сейчас сам себе господин Силло. Патрик? Ну, давайте, Света, еще раз пробежимся по ценам, вы мне расскажете, я просто на камеру зафиксирую. Что сейчас интересно? Все, все интересно. Я бы вас немножко расскажу. Все интересно. Ну, есть пробный урок, он 165 евро. Так. По часу в день занимаетесь с инструктором и после урока еще два часа катаетесь сами. То есть это базово. Так, отлично. Есть трехдневный курс по часу в день с инструктором, вот как у вас был. Еще потом в течение дня цели целый день вы можете кататься. С инструктором это очень полезно, ребятишки. Три раза это нормальный вариант, меньше смысла нет. После трехдневного курса можно брать уже самому в прокат оборудование вот эта линейка бигинерская и на него уже после курса 20% скидочка будет. Так. Мы считаем количество выкатанных дней, смотрим по табличке и вот ценник как бы определяем какая стоимость. Отлично. Пятидневный курс, он более расширенный, в пятидневный курс уже там ходит и изучение трапеции, может быть там катание в петли уже потихонечку становиться. То есть он более такой расширенный и вы больше проведете времени с инструктором и больше узнаете. То есть он нам еще не все рассказал, не все свои тайны показал. Паразит такой, а? Ну ладно, это хорошо. Так в принципе нам бизнес есть бизнес. Если он мне в первый день все расскажет, он потом не будет неинтересен. Да вы в первый день все не освоите, потому что здесь шажочек с шажочком идет. Но мне говорят, тебе нужно косу сплавать в ноту. Да, да, да. Я уже сплавал туда и вернулся на танк живой. Отлично. Вот самую главную задачу трех дней вы выполнили. Вы вернулись в ту точку, откуда начинали. У меня времени тележка и вагон. Можно... Алло. Пойдем дальше. Так. Мы остановились на инструкторе, который пять дней можно делать петлю, желательно не вокруг шеи. Это может быть, смотря как у каждого идет. Дело в том, что даже после первого урока, если человек понял, как управлять карусом, то в принципе иногда хватает одного урока для того, чтобы он уже сам начал ходить в лагуну и возвращаться. А потом уже в дальнейшем идут все равно в любом случае будут уроки, потому что там лишь что осваивать. То есть можно просто брать в прокат и по необходимости брать индивидуальные уроки, которые вот здесь например стоят 50 евро один час, если два урока, то по 45, если три и больше, то по 40. Сейчас идем на Мит, как тебе звонят Мухаммед с Мухаммед. Ну ориентируем нас по этому. Вот это у нас основная бумажка, а эти? Основная бумажка это кайф. Что это? Кайф серфинг. У нас еще кайф серфинг есть. Я послышал кайф серфинг. Думаю, ну кайф серфинг это прекрасно. Что может быть лучше? Нет, тут мы не промышляем. Да я шучу. Ясно. И тут еще Вингфойл у нас есть. Вингфойл. Отключение, да, Вингфойл. Это, а Вингфойл, это наверное, это какое-то, который вот эта маленькая досочка, которая с парашютом, и он как бы над волнами плывет. Да, да, Винг это крыло такое, которое держит в руках. Это порошок, типа паркнера. Это кайф, это само высокое, не крыло плавник высокий. Я видел такую хрень в Хорватии, я думаю, ну сейчас он едет по волнам, а как он вернется назад? Он разворачивает все, против ветра, я не понял, он нарушает все законы физики. Потом я поинтересовал, посмотрел, штука стоит порядка 15 тысяч евро, и она с моторчиком. Ну, это понятно. Но с моторчиком, у нас без моторчика, то есть вы сами управляете, вам в помощь ветер, без него бы никак. Следующий этап будет, возможно. там как бы неважно, катая здесь вы на виндсерфинге или нет, можно сразу начинать на виндфойле, и у вас в принципе все тоже должно получиться. То есть тут эти, вот виндсерф, виндфойл и кайтсерфинг, они в принципе взаимосвязаны между собой только тем, что они работают с ветром, с водой. Все. Какие-то, ну, допустим, для кайт, если вы катаетесь на виндсерфинге, у вас, мы понимаем, есть понимание ветра, и потом уже проще кайт уйти, проще виндфойл. То есть прям понимание ветра, и все. Все остальное, это совсем разные навыки, там по-другому на досках вы стоите, по-разному используется эта штука, которая в руках, не за парус. А вы сами не катаетесь? На виндсерфинге пока. А, хоть на чем-то, раз супруг инструктор, а где, кстати, он инструктирует здесь же, все в семейный котел, или инструктирует на другом материке? Да-да-да, здесь, здесь. Не на чем-то. Понятно, но это зафиксирует, сейчас еще пойду в пару фотографий сделаю, там интересная информация была, как именно... Саша хитрец, он сразу все не показал, но я сейчас посмотрел. в том плане хитрец, аж просто нарабатывает сами навыки. Он правильно, он молодец, он хорошо делает. А потом он каждый день вам что-то новенькое дает. Так и надо, по чуть-чуть. А потом наработали вторую повороту. Оно же должно тоже, тут же физическая память еще у вас работает, и вы должны неосознанно это все делать, не думать там, куда ногу, руку поставить. И уже автоматически все получилось. Отлично. Ну, мне понравился отпуск вообще в Египте, такой активный, хорошо. Если жена с детьми к маме, в Санкт-Петербург, то я сюда. Мне понравилось. Как раз октябрь сюда ищешь, на октябрь, где я не уйти в отпуск пойти. Ну, вот теперь нашли, куда? Турция уже холодновато, там уже особо не это. Да. Да и вообще в Турции там очень красиво, страна очень красивая, но там море всегда прохладнее, чем здесь. Здесь летом море 30 градусов, в сентябре 20 градусов. Сейчас только оно начало холодать. Так, ну, подмечная погода. Сейчас такая погода... А в Турции море всегда прохладное, там даже летом катаются в гидрокостюме. Они катаются в гидрокостюме. Будем знать, будем знать. Нет, я... Как говорят у нас, бегайстер, то есть воодушевлен, не передать словами. Не, понравилось очень. Хорошо. Дайвинг не понравился. Я не люблю такие виды спорта, где ты зависишь от оборудования, и где та же самая маска, пошла вода, ты вдал в панику и остался на дне морском и всех осиротил. Мне-то уже ладно, а другие-то будут страдать. Хорошо, не буду больше отвлекать. Большое спасибо за информацию. Так, вы запомнили, да? Да, это Лена, если что. Света. Хочется назвать Леной. Иногда здесь работает Лена. И Лена здесь, оказывается, тоже работает, значит, я не ошибся. А инструктор Александр, муж Марины Климовой, Маруси Климовой. Это как, чтобы запомнить было проще. Вот так. Спасибо большое. Процесс с обучением. Не бросай пару кулкуда. Ну, что ты там застал, как якорь посреди моря. Так, это ты шаг чего-то влез в кадр. Иди сюда. Так. О, наконец-то погнали назад. Теперь главное доехать. Держи, держи. Во, понесло. Давай, давай, давай. Во, повернул, хорошо. Ну, что, доехал. Уже, хорошо. Ну, вот, добрался до берега почти. Даже не грохнулся на сам вниз. Прекрасно. Хорошо. Поезд. Раз, два. Кажись, доехал. Ну, когда, все, приехал. Так, ладно, теперь сейчас поймаем таксиста. Таксисту, да. Лайтхаус. А, маяк. Так, сейчас мы с этого лайтхауса доедем за 40 местных тугриков. Это примерно 1 евро 30. Все, поехали. А то они сейчас будут сходу заряжать сотку, еще, блин, 200 и всех там, кому не лень. Поэтому спокойненько ждем, спокойненько. Сели, сейчас они сами подскачут. Никуда не денемся. Ждем с морепогоды. Спешит. Сейчас он остановится. Мы даже ничего делаем, чтобы мы сам остановимся скажем. Куда? 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 Попокачка. Ну, разговаривай с ней. Все договорились. Сели и поехали. Да, и как раз нужно деньги немножко разменять, чтобы нам сдачи дали. Чтобы нам на такси можно было кататься. А то они тоже, весельчики, спрашиваешь, размен есть? Они говорят, есть размен. А потом, как приезжаешь, они говорят, нету размена. Сдачи нет. Сдачи нет у него. Так что, такие дела. Нужно быть подготовлены ко всему. Все, у нас вытащили. Все, мы выходим. Здесь хочу поделиться интересным фактом. Вот видите, откуда машина выехала? Там поворот. Но здесь поворота как такового нету. Поэтому веселые египтяне, они вот здесь вот выскакивают на встречную полосу. Это та односторонняя. Выскачивает на встречную полосу и проскакивают сюда и здесь заворачивают. Так что, не удивляйтесь, особо, если кто будет в Египте, что они довольно часто едут по встречке. Так, ну вот сам перекресток, он и направо уходит, а здесь налево повернуть не получается. Поэтому народ и выскакивает на встречную полосу. А чтобы сюда заехать, это нужно постараться. Это нужно проехать в ту сторону, ну, примерно, наверное, с километр, чтобы там развернуться. С чем это связано, я не знаю. Это трудно понять. Вместо того, чтобы убрать кирпичи, чтобы народ не ездил по встречке. Ну, так вот они делают. Вот чего я в Египте еще не пойму, это номерные знаки. Сверху стоит египетский, а под ним стоит германский, немецкий. Непонятно, откуда он. Может быть, в Вольсборг или еще откуда-нибудь. Или в Упорталь. Вот опять с буквой С стоит знак. Пекалисты. Ну, у нас есть маленькие изменения. В старой квартире, где мы находились, те хозяева, которым нас продали, скажем так, они вместо того, чтобы дождаться, как было оговорено, начать ремонт после нашего отъезда, они решили его сделать во время. Поэтому у нас была такая долбежка, что... То есть они срывали весь бетон. И шум, конечно, стоял неимоверный. Но самое противное, конечно, это то, что когда ты приходишь с моря и ты хочешь помыться, а у тебя нет воды. Ни в ванной комнате, ни в смывном бачке. И если у тебя нужда, то извини меня, иди куда хочешь. Наш старый хозяин забрал нас к себе. Это совсем, скажем так, неудобно по месту расположения. Но здесь довольно уютная квартирка. Вот это то, что вы видите, это кухня. Огромный холодильник. Правда, у нас ничего в нем нет. По большому счету. Так скромно. Пару яиц куриных, немного винограда и лепешки. Все. Ну и вода. Я готовлю уже себе завтрак, не торопясь, никуда не спеша. Плита. Довольно для местного колорита шикарная кухня. Ну а здесь мое барахло. Изначально мы с моим товарищем должны были спать вот в этой комнате. Она большая, тоже просторная. Ну здесь вторая кровать. Ну так как мы дядьки уже в возрасте любим похрапеть, поэтому я решил перенести кровать в кухню, чтобы ему было комфортно и мне было комфортно. Ну здесь ванная комната. Она небольшая, но тем не менее, здесь все есть, все необходимое. Здесь небольшой чуланчик. Ну вот в принципе и все. Вот так вот мы и живем. До пляжа мне здесь приходится чесать два с половиной километра. Или я могу воспользоваться такси, если дело происходит днем и доехать за один евро, скажем так. Ну а нет, полчасика не торопясь, и мы на месте. Вентиляторы в каждой комнате, наверху. Ну и кондиционер, само собой разумеется. И здесь, как сказал нам хозяин, был небольшой садик. Растительность всякая разная. Но что-то здесь пошло не так именно с канализацией. Это очень большая проблема в Египте. Воняет на каждом углу. И он решил все выкорчевать, сделать ремонт и посадить все заново. Юрий Валерьевич, погрыз свою морду. С Юркой зашли мы в местную забегаловку. Ну посидим. Я заказал кальмаров, он заказал себе веганскую еду. Часика-два посидим, покайфуем, море плещется, погода прекрасная. Пока будем посасывать чаек. Что ты себе взял? Просто лимонный какой-то этот напиток или что? Это не лимон, это дынный сок. А, дынный сок? Ясно. Ну а нам уже первые это принесли, закуски. Он Юркий этот. Зеленый салат с красным помидором и с желтой паприкой зеленый салат. Ну это так называется здесь. Они походу зеленый салат не знают, что такое мелочи в жизни. Косло, салат с капустой. Это что он говорил? Я сейчас не помню. Баба гануш, я даже не знаю. А, баба гануш это с баклажанов какая-то эта хрень. Это мой чеснок с майонезом типа айоли. Штхина, что это было второе? Тоже что-то с турецкого гороха сделано. И это они назвали... Может быть хумус? Да, похоже. А это они назвали мусака. Но они просто не знают, что такое мусака или может быть это в Египте мусака, а в Греции мусака обозначает немножко другое блюдо. Ну кто как извращается. Принесли нам нашу еду, Юрки принесли рис блин с грибами, а мне принесли кальмаров. Как я у них и просил без лука и без лимона я у них просил. Но все как я просил они все сделали. Это значит о чем говорит, что я зашел к ним первый и последний раз. Вот и все. Ладно, приятного аппетита, не будем расстраиваться. Я надеюсь, что это вкусно. Я очень на это надеюсь. Я сказал, что надо делать. Нет, это так себе. Ну вот в очередной раз заказал у них глазунью, показал фотографию, уже показал. Говорю, сделай вот так. Нет, ну и что ты думаешь? Взял, пожарил яйца, взял, перевернул. Как с такими людьми бороться? Зла не хватает. За время нашего отпуска хозяин успел продать дом вместе с нами. Получается. И новые хозяева, походу, им совершенно по барабану. Как они живут, что они живут. Какой-то кошмар. Ну уж спички-то остатки можно было в мусорку выбросить. Господи. Ну да. Я по-быстрому приготовлю себе завтрак и свалю с этой кухни. Да, кстати, у египтян очень большая проблема приготовить глазунью. Они не понимают, что это такое. И что я объяснял, и показывал, и фотографии делал. Бесполезно. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Чтобы желудочек был у тебя мягенький, помакать. Все, как я люблю. Приятного мне аппетита. Я заказал панкейки, и мне принесли панкейки. Короче, мне принесли блины. Ну а если кто не знает, что такое панкейки, то это у меня на канале есть. Можете посмотреть, если что. А так, ну, блины, блины с медом. В принципе, лучше, чем ничего. Поэтому говорю, не удивляйтесь, если вы заказали одну вам принесу за всем другую. Главное не терять хорошее настроение. Правда, зашли мы в местную забегаловку. Тут котов, как собак не резаных, и собака. Все сидят, ждут. И мы сидим, ждем, пока нам дадут. По приколам, здесь мечеть рядышком. Ну, жизнь кипит пока еще. Ну, время ранее, полдевятого вечера народ отдыхает. Ну, уже, в принципе, все наелись. Котов, конечно, валом. Здесь фрукты всякие разные. Ну, сейчас я, наверное, даже фрукты в себе куплю. Гуава, мне нравится. Она по вкусу очень вкусная. Я попробовал, мне по кайфу. Виноград можно взять, тоже по кайфу. Виноград здесь более свежий, мне нравится. Это хорошо. Что, ты заказал уже? Да. Сливы, мливы, шливы. Манго, шманго. Ну, здесь хоть более-менее это нормальный вид, все закрыто, все хорошо. Это как в центре города мы смотрели, там полное барахло было. Возьму я мандарины попробую. Возьму я гуаву и возьму я виноград. Сначала я попью гранатовый сок. Блядь. Я думал, это трубочка в рот. Ребятишки, знаете, довольно вкусно, довольно интересно. Стоит это 35 местных, да? Это меньше-меньше евро стаканчик гранатового сока натурального. Хороший вариант. Ладно, я отключаю камеру, наслаждаюсь соком. Нашли место, где мы можем спокойно заказывать, спокойно кушать. Нам свежие. Грифрэйш. Свежие это Вольсбарш. Там довольно большой. Себас, то, что вы все знаете, название. Снепар. Снепар. Хорошее дело. Ты вагасен Дораде? Да, здесь Дораде. Здесь Дораде. Ну, сейчас, что-нибудь закану. Ну, пока раскладываем. Мы сейчас придем посмотрим. Изгут ли гутасэсен? Если нет гутасэсен, не шмяк омин. Гутасэсен, кумиш видо. Спасибо. Спасибо. YouTube реклам. Вот в этом ресторанчике называется он Friends. Друзья. Так что, все в порядке. Нормально. На гриле работают. На гриле готовят. Я рекомендую. Здесь можно вполне нормально покушать. Так что, сейчас он все разложит и потом мы пойдем это, чтобы заказать. Лампшопс. Я думал, у них мяса нет. Вон у них этот есть лампшопс. Стоит без проблем. Нормально. Не знаю. Можно рискнуть, конечно, поесть. Я останусь при рыбе. Но рыба у него сегодня, я тебе скажу так, не очень хорошая. Ну, как не вся, но это сегодня нужно быть немножко это. Очень внимательно смотрите рыбу, смотрите на глазки, пробуйте, не бойтесь надавить на рыбу пальчиками. Если рыба на пальчики ваши не оригирует, то есть прогибается и назад не отходит, значит, забудьте эту рыбу, выбирайте что-нибудь другое. Вот и все. Ну, это мое личное мнение. Дорада гуд. Груба? Груба. Груба. Мой имя тигер. Тайджер. Тигер. Тигер или тайджер? Дорада. Нет, это не Дорада, это снепа. Да, благоснепа. Это Дорада? Да, Дорада. Сибас. Сибас. Нет, это Сибас. Костя, это очень вкусно. Это Вольцбаш. Сибас. Это неопонис. Это очень вкусно. Грил. И это? Это Дорада. Это Дорада. Дорада маленькая. Да, но это Дорада. Да, это Дорада. Покажите эту. Эта. Эта. это слишком большая. Для меня это слишком большая. Для одного? Да, для одного. Один человек. Нет, это слишком маленькое. Мой любимый. Я делаю лукки-лукки, выбираю меня фиш. Это хорошо. Супер! Вы же на нем? Где ты? Нет русских? Да, из Казахстана. Прямо. Прямо, по-русски. Прямо, посидите на землю. Прямо, посидите на землю. Прямо, посидите на землю, расслабьтесь. И после, возьмите в порядок, нет проблем. Наши друзья. Сидите, расслабьтесь на землю. Посидите на землю. Релаксация. Да, хорошо. И Ахмад закончил. Давай. Давай, давай. Ты шеф? Нет, я работаю. Вон сайт. Шеф? Нет, шеф. Шеф в поле. Шеф Маледивен. Шеф. Много. Так, вы будете смеяться, но я заказал наконец-таки еду. Я понимаю, что я как повар, я сам очень противный. Не то, что противный, я капризный в еде. И значит, я выбрал рыбу. Я выбрал рыбу. Я сказал, как ее мне приготовить. Они ее сделают на мангале, на гриле, на углях, на живых углях. Они на какой-нибудь там, как мне недавно, приготовили такую бурду кальмары, которые были белые, как в Питере белые ночи. Заказал я салат. Все это безобразие без лука. Заказал я, чтобы они добавили просто соль, перец в рыбу мне и немножко чеснока. Потому что вчера чеснока было столько, что можно было вешать топор. Так от меня разило. Чеснока было, будь здоров. В этом плане здесь очень хорошо можно договариваться. Взять нужно просто переводчика на телефоне и говорить, что ты хочешь. Я сразу пошел к повару. Я ему объяснил, что я хочу от него. Я надеюсь, что он мне все это приготовит, как положено. Будем посмотреть. Вчера было неплохо. Я надеюсь, что сегодня будет лучше. Да, и они тоже помысл не умеют жарить. Помысл нужно им говорить экстра, чтобы они его подольше готовили. Иначе, но не очень. Ну, чай традиция. Чай я всегда пью. По несколько чайничков. Посмотрим, что будет. Да, еще очень важно. Здесь мешают всегда коты. Как-то дать пендали коту как-то не совсем приятные. И мне неприятные, и коту неприятные. Поэтому есть средства от борьбы с ними. Это просто вода в пульверизаторе. Сейчас будет еда. Я их побрызгаю немножко. А то они уже где-то сидят. Мне пока еще не ждут. Пока еды нет, они еще не сидят. Стоит еду принести, они будут все тут как тут. Ну, будем ждать еду, а потом я покажу, что мне принесли. Ну, вот кое-что они принесли. Пита выглядит вот так. Они ее пекут сразу. Делается она вообще очень просто. В духовке раскатал тесто обыкновенное, как на пельмени. И он забабахали его готово. А это так называемая мусака, как они ее называют. Но сделали они ее очень-очень острое. Вот они, она идет как это, как в довесок к основному блюду всегда. И там еще идет бабагануш, икра баклажанная заморская. Но один раз мне дали там недавно. Она была слишком кислая и не испорчена, а именно слишком кислая. Было невкусно. Я не стал ее есть. Ну, хумус я не хочу и так. Я ее сам могу себе дома прекрасно сделать. Так что вот так. Ну, ждем, ждем основное блюдо. Ну, как я сказал, они половину забыли. Наверное, у них нормально. Значит, рыбу приготовил он. Ну, она слишком черная. Ну, какая есть, такая есть. Ладно, это ничего страшного. Так, не принес он мне еще зеленый салат не принес. И не принес он мне черный чай. Забыл. Ну, бывает. Будем ждать. Принесет скоро. Будем надеяться, что все вкусно, как я просил, так и сделал он. Ну что, подведем итог. Еда была сегодня хорошая. Я остался доволен. Сегодня я опять созрел на рыбное. Я возьму сегодня креветки, я хочу взять. Амары, бери, не хочу. Крабы, бери, не хочу. Ахмат, ну, почти владелец. Дахаба. Приходите к нему и кушайте, он молодец. Он будет за вами ухаживать, носить на руках. Рыба всякая разная. Ну, такую большую, конечно, рыбу я не осилю, даже близко. Вдвоем мы тоже ее не съедим. Но меня впечатляют креветки. Креветки хорошо очень выглядят и хорошо выглядят кальмары. Что-то из этого можно вполне взять. Ну, сегодня вечером я заказал себе свежий салат. Тут все нормально прошло. Лату я заказал с креветками и с кальмарами. Тут грильные овощи. Ну, не знаю, будем пробовать. И они почему-то решили мне принести вместо риса помфрит. Ну, да ладно. Бабы с воздуха были легче. Посмотрим, что да как. Видно будет. У них стресс. Понимаешь ли? Ну, сегодня предпоследний день. Ну, конечно, такую большую рыбину заказывать я не буду. Она потянет без малого килограмма. Ну, не соврать бы. Килограмм на 8-9 она точно потянет. Он говорит, что это белый снеппер. Ну, не знаю. Врет или не врет. Но крупная рыба. Всякая разная. Кальмары, кстати, свежие. Вот это типа дорады с желтыми плавниками. Тоже свежая рыбка. А так. Лангустинов в основном берут для супа, я заметил. Выбор рыбы, конечно, большой. Но она мне уже что-то приелась. Или, может быть, нисколько приелась, сколько мне не нравится, как они ее готовят. Поэтому я от рыбы пока отдыхаю. Ну, какой-то красный окунь местного разлива. Не тот, который я в Норвегии ловил на глубине 200 метров. Что-то другое. Креветки. Креветки свежие. Я иду по дороге, смотрю, что валяются финики. Сначала не понял, а потом смотрю, финиковая пальма. И вот так вот растут финики без проблем. Ну, как вы, если в школе учились, допустим, в Турганистане, чтобы финики вызревали, нужна температура, чтобы была 40 градусов. И чтобы вода была. Они любят солнце и воду. Вот так вот они и растут. Красавцы. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok